Дорожное движение В Сибирском саду то правила поведения на железной дороге знает далеко не каждый. Им сегодня уделим особое внимание. Наши юные корреспонденты за правилами поведения на железной дороге отправились не в библиотеку, а в город Новоалтайск. Там находится филиал Сибирского государственного университета путей сообщения. Многие называют это учебное заведение просто «железнодорожный техникум». Оказалось, что именно сегодня здесь не совсем обычный день. Студенты и преподаватели принимали гостей. Как часто к вам приходят воспитанники детского сада? Ежегодно мы проводим эти мероприятия в целях обеспечения безопасности на железной дороге и сохранения жизни детей. В первую очередь, снижение детского травматизма на железной дороге. Но прежде чем рассказывать о том, как важно соблюдать все правила поведения на железной дороге, студенты техникума провели для малышей познавательную экскурсию. Так воспитанники детского сада номер 180 узнали, что первые поезда ездили не быстро, но легко обгоняли лошадь. А в нашей стране паровозы, так их тогда называли, появились благодаря отцу и сыну по фамилии Черепановы. Давай, давай! Давай, давай! Давай, давай! Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Вот так двумя веселыми составами под управлением будущих железнодорожников ребята двинулись на учебный полигон. Здесь по расписанию не ходят поезда, нет густого потока машин и постоянно куда-то бегущих пассажиров. Но именно здесь студенты техникума оттачивают свое мастерство в рамках выбранной профессии. Вот это вот светофор переездной называется, да? В каким огнем он живет? Симафон! Нет, не симафон, светофор. Красный, только красный, да? Он запрещает движение через переезд, да? Когда к переезду приближается поезд, пассажирский или товарный, поднимается специальная металлическая платформа. Она служит преградой для проезда машин и перехода людей. Как и автошлагбаум, который, к сожалению, не всегда замечают водители. В интернете множество роликов о том, как шофер-лихач нарушает правила дорожного движения на переезде. Сережа, расскажи, как нужно вести себя на железной дороге? Надо себя вести на железной дороге так. Не пинать мяч на дорогу, не ложить камни. Надо спокойно ждать поезд. Молодец, вижу, правила ты усвоил. Почетные гости железнодорожного техникума поспешили обратно в детский сад. Настало время тихого часа. А для наших корреспондентов экскурсия не закончилась. Ребята решили присоединиться к учебному процессу. Скажите, а что это за макет такой необычный? Это пульт управления с концу «Зимушка». А чему можно научиться на таком пульте? Здесь мы учимся управлять движением поездов, открывать сигналы, пропускать пассажирские поезда, грузовые поезда. И все это видно на этом макете. Пока мне ничего не понятно, только огоньки и все. Чтобы было понятно, нужно учиться. Два года и 10 месяцев на очном отделении. Берут после 11 класса, но только при условии, что в школе успеваемость была хорошей. На выбор предлагают 4 специальности. Например, строительство железных дорог или автоматика и телемеханика на транспорте. После окончания этого учебного заведения практически все студенты устраиваются на предприятие железной дороги. Поэтому уже в техникуме ребята знают о проблеме непроизводственного травматизма и помогают действующим работникам ее решать. А наши юные журналисты после интересной экскурсии задумались о будущей профессии. Правила поведения на железной дороге обещали непременно рассказать своим друзьям. Мы узнали, что ходить по рельсам категорически нельзя, ведь скорость поездов достигает 140 км в час. При таких условиях состав появляется зачастую неожиданно. Нельзя играть вблизи железнодорожных путей, бросать камни в проходящие мимо состава, не подвергайте опасности свою жизнь, жизнь пассажиров и целую бригаду поезда. Будьте предельно внимательны!